Реконструкция бывшей котельной номер 40 завода колесных тягачей происходит в рамках программы модернизации систем коммунального теплоослабжения области. Высокоэффективный источник электрической энергии и малой мощности в Бихерайоне Западный позволит в первую очередь решать вопросы капитального строительства. Глава региона Алексей Кокорин и генеральный директор компании Интертехэлектро, которая будет заниматься возведением объекта, осмотрели строительную площадку и заложили капсулу с обращением к потомкам. В этот день, 25 марта 2014 года в городе Кургане, на площадке строительства Курганской имени ТЭЦ, состоялась заливка фундамента будущей электростанции мощностью 25 мегаватт 40 гигакалорий. Это абсолютно отдельный проект, он строится. Строится для чего? Прежде всего, значит, есть возможность улучшить снабжение теплом. Это нормальный, замечательный проект, и я с удовольствием подписал послание потомка. Новая ТЭЦ обеспечит энергией и теплом будущий технопарк, который и разместится на этой территории. В планах размещение здесь одного крупного и двух средних предприятий. Для них стоимость энергии будет значительно дешевле. Два миллиарда, которые выделены на строительство новой ТЭЦ, позволят улучшить и снабжение близлежащих жилых районов до улиц Кремлёва. С вводом МиниТЭЦ-3 данный микрорайон приобретет современный облик и динамичное развитие. И самое основное для всех жителей города Кургана, я хотел бы заявить, и я думаю, что Владимир Владимирович подтвердит, что все строительство идет за счет кредитных ресурсов и ни в коей мере не будет учитываться в тарифной политике для населения жителей Кургана и Курганской области. И это самое важное. Топливом, которое будет использовать новая теплоэлектроцентраль, станет газ. Завершение работ обещано закончить в Дню Энергетика 22 декабря. Василий Малухин, Александр Менщиков, Андрей Бахарев, информационный агентство Курганру.